Внезапно освободился раньше. Поэтому четвертый фолл продолжим проходить с этой... Блин, теперь даже наркоманкой ее не назвать. Бывшей наркоманкой. Да, привет, Лерой, там все дела. Бывшая наркоманка. Давай подумаем, что мы будем делать. Ну, для начала, короче. Короче, я вне стрима... Да, я вне стрима немного тут погрейдил оружие. Я еще немного сходил в Даймонд Сити. Собственно, скинул барахло торговцам и купил себе... Купил себе патронов. В основном 50-го калибра, потому что я грейданул снайперскую винтовку на, собственно, 50-й калибр. Теарина наносит побольше урона. Дальность у нее, конечно, нихрена не снайперская. 185. Типа, блин, у пистолета 260. Че за отстой вообще? У пистолета 260, у снайперской винтовки 100 с чем-то там. Ну, ладно, я буду надеяться, что, в принципе, хватит. То, что хватит, да. Но тут уж ничего не поделаешь. Винтовка-то говно. Я ей пользуюсь только потому, что она... Немного имбанутая. Кстати, спасибо за совет. Какой совет? А быть волшебником? Да не за что. Интересно, там есть что-нибудь? Вот, ну плюс поставил глушак на нее. Так что... Так что, да. Давайте посмотрим, че у нас сегодня. Куда мы сегодня выдвигаемся. Так, карьер раздобыть сенсор потока. Я же выполнил задание Братства Стали в тот раз. Помните? Помните? Доложиться рыцарю Ризу. Да. Насчет сериала Декстер. Только что смотрел классный сериал. Да, человек с ником Декстер. Говорит спасибо, что ему посоветовали сериал Декстер. Я рад, что тебе нравится. Декстер действительно неплох. Во всяком случае... Блядь, ну ты... Ну ты... Ну пиздец. Ребят, я надеюсь, вам не нужны были эти по звуку деревянные мешки с песком. Ну ладно, пошли. Тут у нас... О, новые лица. Скриптер, послушник Братства. Забавно, при создании персонажа такой прически не было. А, ну это стандартный причесон для баб, судя по всему, в Братстве Стали, потому что... Ну и стандартное лицо. Прическа и лицо, собственно, у них это по уставу. Все женщины должны иметь одинаковое лицо. Лицо определяется смотрителем убежища или кто-то в Братстве хрен знает. Вообще, да, сериал, в котором люди разрезают друг друга на куски. Как он может быть вообще плохим-то? Я не знаю. Так, он послушник. Я тоже послушник. Мы, значит, с ним два послушника. А ты рыцарь. Ты рыцарь. И к тому же еще и мудак. Да ладно, серьезно, твою мать, чуть-чуть не хватило это. Эксп. Ну ладно. Ну ты и падла. Кандидат. Про кого-то пилота там говорит. Ладно, пошли. Я должен доложиться мистеру... Бля, мистер. Рыцарю Ризу. А ты не рыцарь Риз? А, ты Данс. Впечатляет. Металлические дирижабли, да. Война началась к... Кто такой старейщина Мэксон? Идеал, на который равняется каждый солдат братства, если начнется война, то он сам поведет нас в бой. А ты сейчас сможешь познакомиться с Придвином поближе. Кто такой... Что такое Придвин? Следуй за мной. Сесть в винтокрыл. Не должен сесть в винтокрыл. Пошел ты, Кейт. Отстрели ему голову. Пидор. Как же он меня... Бесит. Три серии посмотрел. Ну, первый сезон хорош. Второй сезон хорош. Третий сезон говно. Четвертый сезон средненький. Пятый сезон... Ну, спорное мнение, но лично я считаю, что пятый сезон хорош. А шестой, седьмой, восьмом я практически не помню. Восьмой довольно-таки финальный. Довольно-таки слабенький. Довольно-таки сезончик. Ну, короче, по большему сериалу... По большему... Пля. По большому счету сериал хорош. Вот. Я смог сформулировать односложное предложение. Надеюсь, вы гордитесь мной. Вонючие. Уи-и-и. Нет лица. Да. Винтокрылл забраться. Блин. О, пилот. Окей, напевает. На мини-ган? Почему меня пускают на мини-ган? я послушник ну блин моя любимая тема то что у мини-гана какого-то хера пропадает прицел вместо того чтобы появлялась . ну в принципе почему бы и нет не так ли против кого против института они воюют чё-то я пропустил tactical ноу-хау я надеюсь на самом деле что мне не придется стрелять из этого гавна но они были заблокированы румырами и неизвестными они не понимают что братья стилы это последняя успеха для успеха каждый человек, женщина и ребенка поднимутся в опасности если мы потерпим это будет момент времени пока вряд ли вряд ли обстрелит обстрелить сообщество и я счастливо употреблю свою кровь если это осуществляет нашу победу я так понимаю на самом деле то что это шо за дерьмо я тут ни разу не был где мы хоть есть-то хотя я был вот здесь но при этом я ни разу не видел вот этого корабля с какой-то золотой блин тарелкой так вот я так думаю то что это братство они типа чуть ли наверное не главными злодеями здесь будут потому что синты в итоге то окажется прям ми 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 и синты на самом деле хорошие и у них находится наш сын там все такое 29 уровень сохранится что именно всякий случай выглядит как что-то не очень надежное блин обязательно такой крюк было делать что это там за нами летит она хочет нас подбить я спасу у нас от него рикошетом отскочит не видишь не работает это так тут нет физики рикошетов все мы приземлили приземлились на вернее пришвартовались я не знаю как правильно будет сейчас бы кружечку холодного эх ты от алкогольной зависимости то мы тебя не вылечили наверное вылечили от всех зависимости по идее вылечили ну пошли медленно и вальяжно так вот мне нравится эта тема с разрешите подняться на борт обычно этот вопрос задают перед тем как собственно пришвартовать свой ну я не знаю вертолет вертипеда в общем в общем перед этим вопрос этот задают разрешите подняться на борт а уже потом поднимаются на борт я потерялся куда идти налево направо налево направо боже кажется направо это что гатлинг лазер какой то интересный с гатлинг лазером или нет он летает этот корабль ну блин так а мне судя по всему вовсе и не сюда я думаю я еще долго блуждать буду по этому кораблю летающему блин так а у меня конечно же квест просто не отметился на самом деле поговорить с пилотом капитаном так ну да наверное это он а мне с тобой надо поговорить в итоге то так а чё ты сразу со мной не поговорил ниггер когда я к тебе только подошел посмотри на мою чику за спиной не похож я на солдата хочешь скажу где гауску взять на корабле нет не хочу если она тут есть если я должен ее здесь найти значит я найду если я не должен ее здесь найти значит насрать жаль вас разочаровывать пошел ты ты ошибаешься ну ладно внешность обманщего на мне военная форма боевая броня дробовичок за спиной нет ты не похож на солдата у тебя шляпа просто не солдатская шляпа дает восприятие мудак ты тупой разъяснить братство стали прибыло в содружество с определенной целью воевать против синтов против терминаторов такая морда кстати очки то надо сменить очки то сменить надо они у меня на харизму я прям такой весь харизматичный я не знаю чувак как тебе задать нет выбора не знаю конечно есть вопросы конечно конечно есть вопросы а-а-а-а конечно есть вопросы конечно силовая броня ну про силовую броню я думаю бесполезно спрашивать они скажут только типа только рыцари братство с там самые крутые рыцари могут получить силовую броню и тебе до нее еще расти и расти именно поэтому твоя баба ходит силовой брони а ты не достоин ну ладно только рыцари ты не рыцарь все равно он какой-нибудь говно типа т-45 б дадут мне нужно минимум броня анклава как на командующий братство всего за 10 лет всего за 10 лет я понял почему он не считает меня воином потому что на мне неправильные очки надеты на мне очки для убеждения в черное праве а мне нужны очки с восприятием вот так вот лук бля это это шляпа довольно таки убогая есть у меня чем другое что-нибудь что поможет в бою но при этом выглядит не так у бога ну ладно она дает восприятие так что наверное наверное пусть будет так ну шо пошариться тут надо говорят да где гауссовка за ящиком гауссовка не вот здесь за красной непонятной блямбой похоже на вентиль но только как будто разрабам было впадлу делать нормальный вентиль с дырками типа да ну вырезать эти полигоны и так сойдет и короче сделали такой вот вентиль и вообще зачем он здесь нужен что это за труба ну ладно будем считать что это ноу-хау ленивый вентиль по патрон для дробовика плазма автоматический боевой дробовик оставим тут нафиг он мне не нужен ну я ж послушник правильно я же должен экипировки себе набить верно верно так вентилятор я возьму всякое барахло это барахло между прочим содержит болты а болты между прочим содержат болты а еще такое сигареты и как интересно не сдуло когда блин этот корабль летит впрочем он не летит а завис на месте так что все в порядке пачка сигарет законы физики не нарушены зачем они топлива расходуют я не пойму посмотрите они ну оно работает женщина ты висишь бензин дорогой не то чтобы вы на бензине летали ну да ладно так а чё это такое а это я на нем могу типа отсюда улететь чтобы выполнять другие миссии я думал просто спрыгнуть вниз надо вроде вода или тип того нет ты чё тут делаешь не могу сейчас разговаривать а ты женщина ядерный блок нифига себе скурила 20 процентов ядерного блока а мостик придвина придвин это типа этот название корабля хайль гитлер это ты что ли мак какой же ты уродливы а запас мая экспертейш а раппетли кислоте и а раппетли кислоте и а раппетли кислоте и на коммуляторе вы выкуплишьте смейте пик вот это хитро пись ордер и мастин пресс в а в 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 Давай. Пришло время рассказать о нашей задании и цели. Он экспериментирует с опасными технологиями, которые могут привести к второй глобальной катастрофе в современной истории. Ученые института создали оружие, которое по разрушительным качествам превосходит атомную бомбу. Они назвали свое создание синт, роботизированное отродье, обладающее разумом и маскирующейся под человека. Мысль о том, что машина может обладать свободной волей, не только оскорбительно, но и невероятно опасна. И если синтов не контролировать, то они, как атомная энергия, могут уничтожить вас, как вид. Я не позволю институту продолжать подобные эксперименты. Поэтому институт и их синты считаются врагами Братства Стария, и с ними нужно разбираться быстро и беспощадно. Эта кампания будет долгой, и за нее придется заплатить высокую цену. Многие погибнут, однако в конце концов мы спасем человечество от его главного врага. Самого себя. Ну ты речи произносишь прям как Шепард, я не знаю. Для шести человек и одного новобранца. Братства Стария и Миниган, и люди выбирают феррилы, как паузы. Так. Что ты хочешь? Я думаю, что мы были подготовлены. Братство Стария здесь, чтобы избежать войны. Сначала мы с нашими. Действие в том, что наша война не будет уничтожить цивилизации. Что ты хочешь? Что ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы начать принимать ответственность за эту планету. Чтобы начать его... Самый, блин... Че, прям уже присваиваешь знание рыцаря? Клево, не зря я таскал всякие эти хреновые приводы для бабы. Рыцарь не паладин? Строгая эротическая структура. Теперь вы можете использовать что-то там, но это что-то очень быстро пропало, поэтому я не понял, что я могу использовать. Но, наверное, что-то очень полезное. КПД реактора 100%. Так вот. Водка. Ну, я понял, как ты тут. Чмошник. Как же ему похуй на меня. Окей, я должен познакомиться с кораблем. Так, ну давайте посмотрим. О, мне нужно на главную палубу. А я хочу сначала вниз. Кто меня остановит. Так, антирадин. Емкость с жидким азотом. Радыкс. Радыкс. Что за мания у братства стали хранить отвертки вместе с, блин, радыксом. О, канистра. Не то, чтобы мне алюминия не хватало, на самом деле. Не понял, что я лутаю сейчас. А, это эти ящики. Жетончики. Жетончики из чего у нас сделаны из стали? Тогда отсос. Так, бутылка пива. Я смотрю, вы тут в братстве знаете, как развлекаться. Я думал, что этот мужик будет главным злодеем. Но... Еще не вечер. Может и будет. Я думаю, тут выбору... Дадут выбор, типа... За синтов нам сражаться или за братство. Кто... Кто с кем? Блин. Плохое место. Ни хрена не вижу, кто стреляет. Так. Братство стреляет по... По хер знает кому. Может, у них тут тренировочный полигон или типа того. Потому что... Или они серьезно не могут убить кого-то, кто в этой фигне. Может, помочь им. Ребят. Ну ладно. Какие-то они не очень. Это дирижабль? Это дирижабль? Это дирижабль. Дирижабль? Ага. О! Канистры. Обычные. Почему не алюминиевые? Старший скриптор. Так. Пилот-сержант. Пилот-капитан Келс. А, это ты? Пилот. Я тут чисто посмотреть, есть ли у вас что-нибудь с маслом или с болтами. Чистый полосатый костюм. Всего две харизмы дает. Так, ядерная батарея. Ага. Бесчумный. Укрепленный. Десятимиллиметровый. Окей. Это я возьму. Разбрасываю тут повсюду. Вещи. О! Очищенная вода. О! Так. Окей. Снимай с себя свою броню. Мне дали броню. Снимай броню. Падла. Не хочет снимать броню. А тут вы спите. А, тут даже нельзя вещи ваши пиздить. Шо? Основная база. Че такое основная база? Терминал старейшины Максона. А, то есть это его этот. Старейшина. Слышь, старейшина. Я у тебя в терминале пошелюсь. Ты же против. Ой. Да. Правильно. Паладин Хадсон. Мы получили... Блядь. Я забыл посмотреть моды на то, чтобы это говно не это. Не урезало текст. Мы получили тревожное известие об усиленной активности супермутанта в Содружестве. Паладин Хадсон отважно вызвался провести разведывательное задание самостоятельно. В рамках задания Паладин проникнет в самый центр вражеской территории. Поэтому ему требуется любая наша поддержка. Я поручу Тигану снабдить Паладина Хадсона достаточным количеством боеприпасов. Я прослежу, чтобы Инграм обеспечила полную работоспособность его силовой брони. Я также представляю полное распоряжение Паладину. Что-то там. Разведотряд Артемида. По вашему приказу представляю всю информацию, которая... Так. Блядь, Гугл. Привет, Гугл. Так. Проблема с текстом на терминалах. Угу. Шо, блядь, серьезно? А-а-а-а. Кнопка Enter отвечает за перелистывание страницы. Я, очевидно, должен был это знать. Очевидно, я должен был это знать. Я жму просто колесико вниз-вверх. Оно крутится. То есть, казалось бы, у вас есть возможность прокрутки. Блядь. Прокрутка. Она нужна не чтобы просто так черное пространство показывать. Я жал на кнопочку... Кнопочка Е, по-моему, тоже работает. Окей. Я жал левую кнопку мыши. Я жал все что угодно. Но, блядь, додуматься то, что есть отдельная кнопка, которой нет опять-таки в настройках. Чтобы она перелистывала. Что еще тут? На какую кнопку надо нажать, чтобы хорошая игра появилась? Я не знаю. Тут в настройках тоже не написано. Может быть, она есть все-таки? Это просто, блядь... А-а-а. Насколько же ленивыми ублюдками надо быть? Может, F1? Я просто в Fallout 1 нажимаю F1, и там мне сразу такая, оп, помощь. А здесь это... Как-то все сложно так. Да, привет... С этим... Со сложным ником человек. С Stairway to Haven. Да. Хоть бы заглавными буквами разделил. Ну да ладно. Итак, предоставить один из наших боевых винтокрылов, поэтому вам нужно немедленно подготовить его. Когда все будет готово, я встречусь с вами и паладином Хацена на летной палубе, и мы проводим его должным образом. Еще хочу подчеркнуть, насколько опасно будет данное задание, поэтому наша обязанность обеспечить паладину всем необходимым. Артемида. По вашему приказу, представляю всю информацию, которая у нас есть по разведотряде Артемида. В соответствии с нашими записями, мы отправили его в Содруч, что примерно три года назад, для выполнения стандартного разведывательной операции, начиная с района Мальдина. Мы получили несколько рапортов от отряда, после чего связь внезапно прервалась. Прервалась, ничто в их сообщениях не указывало на чрезвычайные обстоятельства, поэтому мы предполагаем, что они лишились возможности выходить на связь или погибли. Отряд состоял из семи солдат под командованием паладина Брэндиса, и у них было достаточно ресурсов и опыта для успешного выполнения разведывательного задания. Я несколько раз отправлял отряд на поиски Артемида, но пока безуспешно. Это те самые, которые мы нашли, типа, когда для этого Макса, типа, делали квест, да? Возможные проблемы с Придвином. Как вы знаете, для того, чтобы Придвин мог быстрее добраться до Содружества, мы с инженерами заменили старую энергоустановку на ядерную из-за военного авианосца. Я смогла выжить из нее практически стопроцентное КПД, но система тратит охладитель быстрее, чем я рассчитывала. Раз мы стоим на стоянке над аэропортом, я отключил главный двигатель, чтобы охладить реактор. Тем не менее, пока мы находимся в воздухе, охладитель продолжает расходоваться. Рано или поздно настанет момент, когда он закончится. Если это произойдет, придется посадить Придвин на землю. Если не хотите, чтобы это случилось, вы должны мне помочь. Подобность... Здрасте... Бля... При следующем инструктаже. Так, Проктор Инграм. По вашему запросу, представляю свою оценку боевых способностей Проктора Инграм. На мой профессиональный взгляд, Инграм полностью способен выполнять боевые операции и станет незаменимым членом любого братства для... Любого отряда. То есть, для того, как Придвин покинул столичную пустошь, он был, оказывается, в этом... В трешке, наверное. Я полгода помогал ей в разработке силовой брони, которую она использует для улучшения своих навыков передвижения. Она на отлично прошла обучение управлению броней, и у нее хватает, на самом деле, более, чем хватает квалификации для наземных операций. Я лечу раненых солдат почти 20 лет, еще ни разу я не встречал никого, кто бы обладал такой решимостью и преданностью дела, как Инграм. Держать ее на корабле было бы не напрасно тратит ресурсов, по крайней мере... Недальновидно с нашей стороны. Бронированная ряса. Вы будете рады узнать, что работа над бронированным покрытием для вашей рясы завершена, как рясы. Как только прикажете, я отправлю к вам скриптора. Покрытие достаточно прочное, и мне кажется, вы по достоинству оцените, насколько легкой осталась ряса после внесения изменений. Испытания показали, что покрытие способно выдержать огонь из разного энергетического оружия, а также большинство баллистических ударов после примерки сообщить, достаточно ли удобно будет ряса при постоянном использовании. Если нет, я внесу необходимые изменения в дизайн. Ну, это, короче, типа... Ты на шухере стояла, да? Я тут чужие терминалы читаю. Могу еще вентилятор спиздить. Это, короче, для этого мы, скорее всего, должны будем грохнуть его. Ну, или мы можем, типа, грохнуть его, и он будет супер-мега-бронированный, как мразь, блин. Вот, и нам, типа, это объясняют. Ну, он бронированный, потому что у него бронированная ряса. Капитан Келс. Нифига себе, у него тут целая комната есть, при том, что его на корабле-то не было уже хрен знает сколько лет. Что он хранит у себя шип жало-крыло, и ты говоришь то, что я собираю всякую байду. Женщина. А, Мэксон. Капитаны, я хочу, чтобы Придвин подготовили к отбытию. Архивариус Нокс совершил анализ энергетических показаний, переданных разведотрядом Паладина Данса. Я пришел к выводу, что их источник институт. Нокс уверен, что создать такие энергетические показания можно исключительно искусственным способом с помощью самых передовых технологий на основе частоты возникновения показаний можно сделать вывод, что институт разведывает некое устройство, развертывает устройство или оружие, и это означает, что нам необходимо отправляться в Содружество как можно скорее. Не знаю, что институт задумал, но я не собираюсь сидеть сложа руки, пока он реализует свои коварные замыслы. Инграм. Все станции приведены в готовность, и весь персонал на борту Придвина. Я проверил его от носа до кормы, он готов к отбытию. При всем уважении было бы полезно знать, куда именно мы направляемся. Сложно подготовить такое судно, не знаю, в каких условиях ему придется лететь. Я знаю, что мы держим курс на север, но насколько далеко, и чего нам ожидать по прибытии, капитан? Кейт. По вашему запросу представляю свою оценку боевых способностей Проктора Инграм, но мой профессионал... Полностью способна... А, это он отправил, а тот получил. Окей. Тиген. Мы привели в Содружество, мне хотелось бы установить торговые отношения с местными жителями. Для этого мне понадобятся стандартные поисково-спасательные отряды, один из винтокрылов. В Содружестве действует несколько караванов, и с помощью винтокрылов мы можем их отслеживать. Если на один из караванов нападут, мы тут же придем на помощь и продемонстрируем свои самые добрые намерения. Так как наемники подобную защиту обеспечить не в силах, нам наверняка позволят приобретать товары по наиболее выгодным ценам. Ту же тактику я использовал в столичной пустоши, и все пошло как по маслу. Здесь же, учитывая постоянную угрозу института, эти торговцы будут у нас с руки есть. О, какие они плохие. Хотят, чтобы у них с рук ели вонючие работорговцы. Это ненормально. Есть с человеческих рук. Наверное. Не знаю. Ой. Открывается в другом. Кубрики. Я рыцарь, пустите меня в кубрики. У меня же должен быть свой кубрик. Стэнли кубрик. Ну, кубрик это типа комната солдатская. Во всяком случае, в российской армии. Не знаю, как у них здесь. Тут где-то должна быть спрятана гауссовка. А? Чудо-клей. Хладоген. Не похоже на гауссовку, но окей. Сейчас найду. Наверняка где-то тут за диваном завалялась гауссовка. Не так ли? Антифриз суперротель. Ням. Рекреационный терминал. Да господи, как много тут. Если хотите отрываться, можете воспользоваться этим терминалом. Я отключаю его от главного сервера придвину. Но давайте без матершины. Иначе я навсегда его выключу. Если у кого-то возникли возражения, пусть держит как при себе. Что значит отрываться? Ингрэм рассказал мне про зону отдыха под главной палубой. Теперь там есть и моя доля. Несколько бутылок огненной воды и сигареты. Однако я не бездонная бочка. Если хотите добавки, я могу взять что-нибудь в обмен. Если кому-то интересно, то я организую строго неофициальную ночную охоту на диких. На симтов мне плевать, но вот эти гули, отвратительные твари, их нужно прижать, пока они не захватили все содружество. Можем начать с кратера в Кембридже. Если вам интересно, обращайтесь ко мне. Я еще не могу смириться со смертью Шепарда. Шепард жива, вон она рядом со мной бегает. Хотя скорее это пра-пра-пра бабушка Шепарда, потому что, ну, события Маспекта в 22 веке, или даже в 23 веке разворачиваются. Это тоже 23 век. Так что, да, это Шепард. Макларен угромил свой костюм, спрыгнув с Тринити Тауэр. Так что пока рекорд остается за Петрисом, который спрыгнул на землю с Придвина. Напоминаю, никаких модификаций ног, только стандартный комплект Т-60. Только чистый прыжок, и после этого вы должны уйти оттуда на своих ногах. Никаких исключений. О, кстати, Т-60 дайте мне. Так, Флорес. Не помню, кто об этом спрашивал. Кому-то точно были нужны яйца болотников. В ходе последнего патруля мы нашли несколько гнезд, но Келл так и не взвалил на меня тонну снаряги. И так взвалил на меня тонну снаряги. Если отправитесь туда, наверняка сможете набрать яиц. Набраться яиц сможете. Так, я шел... Я шел оттуда-сюда. Тут кто-то забухавший, может, свою винтовку оставил или типа того. Он стал высшим существом, он как катализатор. Да нет, вон в силовой броне бегает высшее существо, только от наркозависимости излечили. Высшее, блин, существо. О, микроскоп. Чур мое. Ты че, вы тут синтов изучаете? Какие-то они у вас ржавые. Я поновее встречал. Хотите, скажу вам место, где куча мертвых синтов валяется? Просто приходи, добери. Моя прошивка говорит, что это чудовищно. Ну, то есть, он как бы подтверждает то, что... Слушайте, ну, походу... А, нет, все-таки они ему завязали тут этим. Я думал, он прям голый. Привет. Нерея. Так, это ваши? Все эти животные твои? Ну, они важны. Я на куске, чтобы обнаружить, как эти животные-бодицы адаптированы к радиации, которая инфилтрировала их хабитаты. Если я могу разрушить код, я могу обеспечить наши тропы с защитным компаундом... В смысле, о чем ты говоришь о супер-мутантах? Они вообще-то были заражены в Ре. Вирусом рукотворной эволюции. Че тебе еще нужно знать? Поразительно. Непростая задачка. Довольно просто. Видите ли, последовательное ионизированное излучение смертельно, так как наносит вред большинству живых организмов на клеточном уровне. Однако, через несколько поколений организмы этих созданий адаптировались, изменив свой набор генов и научились бороться с клеточным разрушением. Вирус рукотворной эволюции. Мне кажется, я поняла, как можно воспроизвести и ускорить такое генетическое изменение, и ты сделаешь новых супер-мутантов. Оно займет не десятилетия, а какие-то секунды, правда, результат держится недолго. Это аморально. Почему недолго? Вы не меняете код навсегда? Попытка постоянно изменить генетического кода слишком похожа на историю с вирусом рукотворной эволюции, породившим супер-мутантов. В такие игры я не играю. Я бы с радостью показала вам состав, но у меня возникла одна проблема, которая не дает его синтезировать. Особи, которых я поймал, производят органическое количество крови и генетического материала. Если попытаться взять у них больше, они погибнут. Мне нужны образцы крови созданий населяющих содружества. Мне дадите? Если мезамо создастся, вы получите первую порцию после того, как я испытаю средства на себе. Я внесла изменения в ваш пип-бой, теперь он будет сканировать трупы существ и определять, подходит ли кровь для исследования. Вам остается лишь собирать образцы и приносить их мне. Спасибо за помощь, приятно. Значит, я не единственный в братстве, кто способен непривязательно смотреть на вещи. О, поднос. И микроскоп твой я тоже заберу, в нем есть эти болты. Нет, не дашь? Не, микроскоп не дает. Он припаян к столу, видать. В конце кейт спасет мир от жнецов. А то. Да. Химлаборатория. Квета с мутофруктами. Квета с морковью. А есть с этой? С кукурузой. И с этими. Не, даже не с кукурузой, нужно с... Ты получил какие-то сахарные сахары на ночь? Да, вот ты. Я не знаю, что это, но ты имеешь в виду или... Нет, извините. Я еще до отсюда даже не уходил, нетерпеливая баба. Мне нужна эта туча, ты... Ну, короче, хурма местная, я не помню, как она называется. Так, а где эта клетка открывается? Как вы их вообще наверх закидываете? Изоленты. Убить что ли это говно? И сказать, что так и было. Интересно, если я туда сейчас провалюсь, как я обратно вылезу? Наверное, нельзя с это провалиться, да? Тошка, точно. Как я говорю, посади, да? Она у меня посажена, типа, но ее мало относительно. Но у меня сейчас клея хватает, так что я не сильно запариваюсь по этому поводу. Так. О, вон там мне выдадут броньку, я думаю. Я думаю, что должны... Вы, глаза и уши, братство. Да ладно, детей эксплуатируете. Оруженосец. А это нормально, что у всех детей одинаковая моделька? В 2015-м? Ну, в принципе, наверное, учитывая... То, что, типа, тут полный ядерный постапокалипс... Тец. То, наверное, детей все эксплуатируют. Я так думаю. Алюминиевая канистра. Масленка. Можно мне попробовать? Я тоже хочу. Можно мне? Нет. Кейт. Ладно. Так. О, ребят, это ваши вещи, да? Каска плюс. Эх, как мне нравятся эти... Неписи без имен. О, экспа. Смотри. Кейт, нам халявную экспу тут предоставляют. Единственное, что это что-то я не понял. Она как-то... Как-как-то подлагивает сегодня. Ммм, повседневная одежда. 20 экспы. Напомни мне дать тебе пару советов. Да ты на один терминал по 8 отмычек тратишь. Какие ты мне можешь дать советы? Глупая женщина. Так. Исходящее сообщение. Карен, милая. Как я по тебе скучаю. Надеюсь, ты в безопасности не забывай. Запирай двери на ночь и всегда держи дробовик заряженным. Не доверяя незнакомым людям, да и со знакомыми держи ухо востро. Не знаю, сколько продлится служба, но я обещаю вернусь к тебе. Люблю тебя. Так. Начинаешь с пешки короля на две клетки. Ты ум, но пытаешься контролировать центр доски, открывая при этом путь для ферзя и слона. Наверняка ты думаешь, что я пойду зеркально, но знаешь что? Я пойду пешкой ферзя на две клетки, а заодно научу тебя приему под названием французская защита. Не волнуйся, скоро будешь играть как настоящий профессионал. Играчи охмоты по терминалам. Привет, мам. Мне разрешили написать письмо, прежде чем объявить ради умолчания. Я служу с неплохим офицером по имени Келс. Он хорошо с нами обращается, когда выполняем все приказы. Пока служба в братстве сплошное удовольствие при этом, наконец занимается чем-то значимым в этом ужасном мире. Мне пора, передавай примет Дэниелу. Есть еще два диких куля готовы. Всего 17 с тех пор, как я здесь. Ты даже не представляешь, насколько легко их валить из лазарного карабина. Прорезает уродов, как масло. Когда вернусь, пойдем с тобой на охоту на дикие кули. Поверь, тебе понравится. А пока тренируйся на кротокрысах с самопалом. Так, надеюсь, это сообщение дойдет по адресу. Меня зовут Рыцарь Бота. Со мной служил ваш сын, послушник Арлин. К сожалению, Арлин получил смертельное ранение во время полевых учений. Хочу, чтобы вы знали, что ваш сын погиб героем, и три других послушника обязаны ему своей жизни. Никакие слова не смягчат боль утрата сына. Но я хочу сказать, что для меня было честью служить рядом с Арлином. Вы должны гордиться жертвой, которую он принес на благо страны. Его личные вещи, отправленные в цитадель. Примите мои глубочайшие соболезнования. Да, вот чувак, наверное, партию в шахматы так и не доиграл. Так, что у нас тут? О, кукуруза. Федерная батарея. Как может быть машина верить, что она жива? Это невероятно. Жизнь на борту придвана, может описать пятью словами, я скучаю по боевым заданиям. Помните мне правильно, наши эксперименты это очень увлекательно, однако жизнь на корабле это просто кошмар. До сих пор не могу понять, кто воняет сильнее, коротокрысы или солдаты. А разговоры низших чинов по сравнению с ними, даже мутанты кажутся философами, мне стоит поговорить с Проктором Квинлоном. Вряд ли с Криптором-агентом приходится так же плохо. Да, воняет и глупые эти солдаты. Посмотрите, я там. У нас много работы. Сейчас мы будем делать. У нас есть много лошадей, чтобы не было. У меня есть кукуруза. Так, а я не понял, а где... А, вот-вот здесь, вот-вот здесь, вот-да. Ну ладно, Данс, чё скажешь? Революшн. Как это было с Элдером Максомом? Сколько лет? Он увлечённый человек. Максон выглядит так молодым, в сравнении с всеми. Не позволяйте его обмануть вас. Максон – прекрасный тактичер. Он вовременный воориор. И я бы его следил в любом месте. Почему ты так лет назад? Бриджерство было почти... Ага. Причастник Максона повёл нас по пути, который шёл никуда. Спасение отдельных людей. Интересовало его больше, чем спасение технологий. Но когда к власти пришёл Максон, он отлично изменил приоритеты братства и возродил нашу былую славу. Чё тебя так колбасит-то? Корабль экипажа – доказательство того, что он бла-бла-бла. Он очень дедикателен. Конечно, он. Я просто надеюсь, что ты воспринимаешь, как много шансов я беру. Ага. Я аккуратно. Познакомься с экипажем. Да у вас тут безымянные болванщики только ходят. Ещё должна поверить? Это может помочь им. В другой стороны. Ты может хотела сделать твою первую имперацию. Я буду идти в одиночестве. Я буду идти в одиночество. Сучат себя. Я буду. В столовой. Конечно, где же он ещё может быть? Тень стали. и это а командировка так где моя броня и гибли вани модель братства t62 t60 b чего у них по защите 200 150 300 туловище ну прям плен плечи все равно отстойный конечно t51 b получше вот такие закругленные плечи чем эти тарявые хреновины так паяльная лампа чё там у вас есть подносики масленочки зажигалочки еще масленочки не помню в раз в одном ключе есть эти штуки это ты инграм смотри я твою сестру нашел ну или мать может быть вы вы пиздец ленивые разрабы такую же прическу сделали такой же цвет волос грязные побитые оголодавшие они были в отчаянии искали легкого заработка у вас же такой вид будто у вас жизни есть цель она мне надета грязная военная форма если чё так полон рот сколько стрим идет около часа в разводном есть т60 привод левой ноги немного барахлит на свою задачу броня выполнит можете забрать в отсеке 3 чё у нее ног нету или сломаны или типа того никому не расскажу ну короче а у нее у нее прям нету ног проктор вот бы я еще знал что значит слово проктор да третий отсек я так понимаю вот этот муж это моя броня якобы станция обслуживания силовой брони она у них тут одинаковая вся какая-то так плитка разводной ключи сказали там есть болт терминал о терминала можно читать вообще сколько влезет наряды на работу более в кондиционере из-за длительного использования сгорела катушка конденсатора нужно напомнить солдаты чтобы не оставляли эту штуку работать круглые сутки медной катушки очень сложно найти так что придется обойтись самодельной версии если его сильно на не гонять конденсатором кондиционер еще какое-то время послужит так меня вызвали в лабораторную зону там их мистер помощник пытался порезать всех на части я уже собиралась вызвать солдат чтобы они его застрелили но он пытался прорубить переборку и сжёг себе мотор я вытащила модуль логики похоже что у всех роботов-садовников был заводской дефект удалила прошивка обновила набор инструкций затем заменила мотор вернула единицу в рабочее состояние но она прям брен мастер на все руки установил систему вентиляции над лабораторной зоной чтобы помочь нере избавиться от вони которую создают крота крысы при этом пришлось просверлить несколько отверстий во внутренней и внешней обшивке но я трижды проварила все шивы чтобы ничего не отвалилась система подключена к таймеру так что много энергии она тратить не должна и с радостью помогла не рита как вон чую даже отсюда зачем изучать карта крысов блин при последней посадке ворпал потерял ротор поэтому мы со спатой отправились на место падения пилот сделал все чтобы не разбить свою птичку так что мне нужно было просто найти вставить ротор у правого ускорителя слегка пострадала обшивка я и займусь когда ворпал прибудет в аэропорт приятно было для разнообразия выйти за пределы придвина надеюсь я уговорю келса чтобы он и дальше разрешал мне сопровождать патрули так не знаю какой дрянь у нас пичкают в столовой но трубы в последнее время забиты это было так отвратительно что мне пришлось взять у приятеля шлем от силовой брони чтобы не заблевать в следующий раз я лучше буду соскребать ржавчину с обшивки так внутренняя почта мэксен после долгого обслуживания с пилотом капитаном келсом и рыцарем капитаном кейдом я решил отклонить вашу просьбу об отправке вас на задание я понимаю что вы унесли модификацию свою силовую броню чтобы таким образом компенсировать последствия травмы и что кейд это одобрил но я считаю что вы не должны рисковать своей жизнью уж вы то должны понимать что машины выходят из строя если сломается именно ваша броня пока вы находитесь на задании вашей жизни жизнь ваших спутников будет большой опасности ингрэм пожалуйста не принимайте это на свою счет я не могу рисковать и вашей жизнью это окончательное решение извините кейд полагаю ты уже знаешь что макс отказался отправлять на задание я сделал все чтобы его переубедить но он стоял на своем если тебе что-то нужно даже если просто захочешь поговорить моя дверь всегда открыта мне не хочется говорить об этом прямо сейчас на тебе на самом деле нужно зайти сюда чтобы я мог отладить гидравлику в твоей ноге в прошлый раз ты жаловалась на амортизаторе в общем я тут поиграл немного с цифрами хочу с тобой их обсудить ведь это ты у нас эксперт по инженерным делам но вот теперь у тебя есть целых две причины навестить меня в изоляторе надеюсь скоро тебя увидеть изоляторе кейт в каком-то изоляторе изолятор у них чего-то другое значит просто в моем понимании изолятор это туда говнюков всяких садят приготовил для тебя сюрприз помнишь ты рассказывала про свои любимые конфеты но те в виде маленьких цветных дисков ну в общем квинлайн только что вернулся патруля и оказалось что его группа нашла целую упаковку если это тебя порадует то я даже и не знаю может зайдешь ко мне вечером и мы поделим эти конфеты не бойся я буду вести себя как настоящий джентльмен просто так и я так не люблю когда ты носишься по ремонтному отсеку с этими жутким выражением лица а конфеты возможно повысить его настроение почему ее все пытаются завалить я не понимаю теперь когда капитан келс перевез все ваши материалы на поверхность и строительство крана началось пора поговорить о сроках вашего нового проекта как можно скорее зайдите на мостик чтобы мы обсудили все детали мы выделили слишком много ресурсов на этот проект поэтому не можем допустить чтобы он закончился провалом мы ведем в войну проктор и я уверен что ваш амбициозный проект позволит нам сплотиться под знаменем победы вентилятор спиздил потому что в нем есть болты разводной так о коробка со шпильками потому что почему бы и нет раздают раздают переть у них вещи на халяву ваще чё бы и не спереть чё у вас тут наверху реально лампа о штуки хотели от меня спрятать их наверху так так тела не делаются ребят так ну чё давайте я не знаю блин не хочу ну надо залезать в это говно хоть я не хочу у нее типа другой интерфейс данцу это понравилось а дан с чем может быть моим напарником что ли почему меня волнует понравилось ему что-то или нет или у нее такой же интерфейс такой же убогий по ходу полный отстой блин я думал она хотя бы будет выглядеть получше в смысле цвета она какая-то не так как откуда куда я шел вообще ага я шел вот сюда гауссовку выдашь мне дай гауссовку кто циркомандер такое звание ой а чё это у вас тут терминалы всякие надо взламывать так ингридиенс одно совпадение акселерейтс одно совпадение значит это скорее всего слово сэс на конце да ладно это не слово сэс на конце у плац феймерс а есть еще коннекшнс ну-ка нет это не оно так ладно скобочки скобочки сука полпас скобочки скобочки сука скобочки скобочки да скиньте мне количество попыток хватит удалять бесполезные эти которые я бы и так не нажал суки скобочки есть хоть одна нормальная скобочка да походу придется перезапускать сука так телевиженс раскат скобками скобки Ну не все же скобки Работают Так Discovery на телевизион По одному совпадению Comfortable Не подходит Underground Если это N То в принципе вроде как Подходит 4 совпадения Unimpotent Какую-то дверь Блять Какую-то закрытую дверь Открытую дверь я могу закрыть Вот эту Окей У тебя тут можно шариться Так Тиган Купить? Что я должен покупать? Ну они типа мне силовую броню дали на халяву Особая работа Тяжести потаскать Че тебе надо-то-то? Ага Так давай Ага Когда познакомишься с остальными Карабин Гаусса Мне вот интересно Гауссовская винтовка Она здесь считается Она здесь считается тоже Обычным оружием В смысле этим Физухой Физухой Гауссовская винтовка Здесь легкое оружие Или энергооружие Но в любом случае Я думаю патроны Здесь для нее Такие же редкие Как и Во всех остальных Фалачах Во всех остальных Одном втором фалаче Потому что В первом ее не было По-моему вообще Даже пистолета Гауссовского Не было Ну ладно Я понял Я понял Карабин Гаусса Можно будет у него Купить Судя по всему Но скорее всего Он будет стоить Тысяч двадцать И я не смогу В принципе Сделать это Мешок с кимолимфой Гаусска По идее Разгоняет Болванки Так что Физуха Ну да Мало ли чем Придет в голову Беседка Типа не всегда Руководствуется Позывами логики Ебать ты мне Советы Даешь Какие охрененные Я же наверняка До этого Не был в пустоши И не знаю Кто такие Дикие гули И как не словить Заражение Я тут был Стреклятой жары Не ну да Они говорили Что здесь Вентиляции Плохо Но Не думал Что тебя Это так Волнует Кейт Сука Как Меня эта броня Бесит Я еще в ней Хожу Как мудак О Ты Релевантная информация Зачем пришли Знакомлюсь с экипажем Блин Техдокументация 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 Закрывает нас Отвесить Отвесить Техдокументацию В любом случае Может я Помочь Давай Давай сюда Свой квест Забрать Техническую документацию У проктора Квинлана В смысле Я Я должен это сделать Какую-то техническую документацию У него забрать Оттуда я смотрю С собачьими консервами Угораешь О Киса Нифига себе Настоящая киса Моя баба Это просто Горбачка Я Пошел Так Но в Нью-Вегасе Ее с какого-то хера Сделали Энергетическое Непонятно Почему Сберит Игалску Так Столбой Заюзы Посмотрим Может она дешевая Может она стоит Косарь всего Или два Я все равно Думаю то что Во-первых Я ее не смогу Улучшать Во-вторых Она Блин Чтобы ее Ну на нее Наверняка будут Мега редкие Патроны Так что Не думаю что Она в принципе Стоит того Хозмак Бывший магазин В котором скорее всего Есть полезные Утилили сырье В нем видели рейдеров Так что действуйте С осторожностью Возможно рейдеры Записаются там Боеприпасами Или оружием Поэтому Предлагаю произвести Тщательный обыск И забрать все что можно Да и в итоге Это сделал я Какого-то хера О 75 убежище Я там не был Компания Валтек построила Убежище в подвале Средней школы Мальдена По нашим данным Оно создано Для экспериментов Над детьми Однако вся информация О цели этих экспериментов Была удалена Мне бы хотелось Излечь из этого места Как можно больше данных Технологических артефактов Кладбище старых роботов Свалка до военных роботов Патруль заметил Робота охранника Возможно военного образца Которые похожи Еще в рабочем состоянии На месте Скорее всего Можно найти запасные части Электронику Региональный офис Бкоантоло Ранее здесь располагался Офис бюро По контролю за оборотом Алкоголя, наркотиков, табака Оружия и лазеров Совместимые вещи В принципе По нашим данным В шкафчиках Для вещественных доказательств До сих пор Может находиться оружие Или другое полезное снаряжение Внимание разведчики Видели в окрестностях Рейдеров Завод Дженерал Атомикс Ну там мы были На этом заводе Собираются Ремонтируют роботов Мясняня Скорее всего Там находятся артефакты Или документация А также запасные части Которые пригодятся Доктору Инграм Высока вероятность Наличия автоматизированной Системы безопасности Так что действуйте С осторожностью Да Мы там уже были Внутренняя почта От Мэкстона Когда прибудет Содружество Начинайте организовать Команды сборщиков Берите столько людей Сколько нужно Координируйте Расписание заданий С пилотом Капитаном Келсом Мне нужно как можно Больше информации Об изучении Излучении команды Данса Возможно Мы в одном шаге От того Чтобы обнаружить Институт Так что Дело должно быть Для вас Наиболее приоритетным Ау Проктор Инграм Просит Передавать ей Всю информацию Которая поможет Ей в реконструкции Я передал ваш план Келс И мы с ним Уверены Что он будет готов К моменту старта Ее проекта Инграм Очень важен Для нас Забыли Что это Женщина Так что Я надеюсь Вы окажете Мне посильную помощь А проект Инграм Очень важен Для нас Окей Инграм Я отправил заявку О своей форме На двух дополнительных Скрипторов Вы ее отклонили Не надо вставлять мне Палки в колеса Квинлон Мэксон требует От меня результатов Но работать на этом Проекте все равно Что разбирать Лазерный карабин Без помощи рук Только ты разбираешь Ее без помощи ног Хей Мне нужны люди И если я забираю У тебя еще пару разведчиков Учитесь обходиться без них Подпишите Это проклятые заявки Не мешайте мне Заниматься делом Ясно Восхождение Старейщины Мэксона Предисловие Это записка Моя попытка Составить хронологию Того как Старейщина Мэксон Занял руководящий Позицию братства Я лелею надежду Что когда-нибудь Этот текст Будет издан В классическом Бумажном формате И распространен По территории Пустоши Да здравствует Старейщина Мэксон Да здравствует Братство Досье Даже после разгрома Анклава В братстве стали Сохраня Расколы Сгои Группировка Покинувшая Стадель Боролись За выживание Старейщины Пустоши Будучи отрезанными От основной организации И хотя некоторые Члены братства Не выказывали Никакого желания Воссоединиться Со своими Опальными Братьями Многие видели Выгоду В том чтобы Пополнить Боевой состав Воинами Уже прошедшими Подготовку Братстве стали В самом деле Неужели они Не могут уладить Какие-то Философские Разногласия И тут появляется Мэксон И тут появляется Артур Мэксон Юный оруженосец Служивший Под началом Как Оуэна Так и Сары Лайонс Хм Он что ли был В третьей части Наследник Самого Самого Основателя Братства Стали Роджера Мэксона После смерти Старейшины Оуэна Лайнса Юного Артура Мэксона Взяли под опеку Сара Лайнс Дочь Оуэна Которую Потом Приняли В ряды Старейшин Однако Вскоре После этого Сара Погибла В бою И все Запуталось Просто Стали Базирующие В цитадели Осталось Без руководителя Никто Из Старейшин Которых Стали Назначать Одного За другим Не годился На роль Лидера Достижение Шли годы Артур Мэксон Рос И вместе С ним Рос Список Его Свершений 12 лет Проходя Тренировку В составе Патруля Он убил Двух Рейдеров И спас Остальных Членов Своего Отряда Хотя Это они Должны Были Его Опекать Ладно Может Он Несинт В 13 лет Он В одиночку Убил Когтя Смерти Он Пиздобол Похоже И заработал себе Большой Шрам На лице Который Остался У него По сей День Но Настоящая Слова Пришла К нему В 15 Лет Когда Он Одержал Победу Над Пастырем Пытавшимся Сплотить Вокруг Себя Супермутантов Старичной Пустоши Когда Вести Об этом Подвиге Дошла До Старейшин На западном Побережье Они поняли Что час Настал Мэксон Был готов Готов Принять на себя Командование И заново Объединить Разразленные силы Братства На восточном Побережье Наш новый Предводитель Год спустя Когда ему было Всего 16 лет Артур Мэксон Сумел заключить Мир с изгоями Вернул их В лоно Братства Стали И тем самым Доказал Что он В равномере Талантлив Как и воин Так и дипломат И после этого Его назначили Старичным Самым молодым За всю историю Братства Последствия Старичный Мэксон Безраздельно Правит Старичной Пустошью И его власть Постепенно Стала распространяться И на восточном Побережье В немало степени Благодаря появлению Мобильного штаба Придвина Старичины Западного Побережья Всецело Его поддерживают Они с гордостью Сообщают Что им Теперь приходится Искоренять Стихийно Возникающие культы Чьи последователи Считают Мэксона Как бога Самому Мэксону Мэкс Мысль о том Что его кто-то Обожествляет Кажется Едва ли не оскорбительной Ведь это Противоречит всему Что он верит Чего хочет Артур Мэксон Так это Служить идеальным Воплощением Человеческого потенциала Примером того Чего способен Достигнуть человек Усиленный И улучшенный Достижениями Современной науки И техники Но все равно Человек Мне кажется Что главарь братства Это сынок Главного героя Это Моё мнение Или Синт Ну Как он может быть Сыном главного героя Если говорят Что он предок Какого-то там Мэксона К тому же Сказали же То что Сын В институте Этот сын Может быть Вообще основателем Блин Этого института Хотя Ну это довольно Странно Потому что Вот этот вот Наемник Который У него моделька То есть Не изменилась Он по возрасту По-моему Точно такой же Как и Был в момент Типа кражи сына Ну да Со шрамом Хрен Как там Киллок Вот И типа Блин О Халява Медосмотр Да мне не нужен Медосмотр Мне нужны Хотя Ну-ка От радиации Меня Вылечишь До войны Проверка Волттек Может и волосы на юнии Никогда не приходилось болеть Но верится Что он синт Так как он слишком молодой Уже главарь братства Ну синты Они же не растут Синты Это роботы Да У них нету Наверное Таких совершенных Синтов Которые Типа Могли бы Расти И все такое Не помню Не помню заболевание Никогда не приходилось болеть Ну мы скейт Еще не спали Так что я скажу Что нет С не человеком Ну, скейт еще не было, так что... нет. Это настолько распространено. У меня человек, это что, гули? С кем еще может быть сексуальные отношения? Вообще без базара. Я тебе, чувак, в пи-бой статистику сейчас покажу. Смотри, чувак. Блядский, 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 пи-бой. Короче, смотри. Это, кстати, забавная тема. Дней прошло 49 часов, сна 93. То есть это в день он спит по 2 часа. Даже меньше. Меньше, чем по 2 часа в день. Еще 11 ждет. Так, какой хлама? Бой. Людей убито 280, чувак. Я думаю, я не замечу, если я убью какого-то хорошего человека внезапно. Животных, существ 460, роботов 22, синтов 34, турели 57, легендарных врагов 40. Ну, кстати... А существа, люди входят в состав существ? Это вот мне интересно. Или существа, это всякие дутни, супер-мутанты и тому подобное. Крит удары 323, скрытые атаки 280, удары в спину 0. Врагов обезоружено 30. Блестящих выступов, приступов, выстрелов, смертей на взлете, клевер 4-х листник, рикошет. Сбиток голов. Удары в спину. Не знаю. Растение собрано, блин, почти три сотни. Встретиться со старейшинами. Но я еще не все напиздил. Ну-ка, вылечи меня от радиации. На самом деле... Не хотел я с ним обмениваться, типа... Ну-ка, вылечи меня. Ах ты, пидор. Пошел ты. 40 крышек, он хочет, чтобы я у него... Я у тебя спишу, и тут все. Он пофал, ты. И на ревные яблоки, и поднос. И поднос, и... Блин, я хочу этот спереть, но нельзя, судя по всему. Судя по всему, нельзя не курить. Да ладно. Это же так скучно. Не знаю, но я возьму это. Окей, как я... Как я развернулся-то? Так. Будем считать, что в ножницах тоже есть болт. Чистую воду. И вентилятор. Че, в комфорте хотел сидеть, да? Мразь. Так, отчет рыцаря капитана Кейда. Я смотрю, у вас тут психа можно использовать, да? Бравые солдаты. Братство. Смерть терминатором. Ну, я на самом деле за братство здесь могу выступать. Чисто потому, что они против синтов воюют. А мне нравится, как здесь синты сделаны. Типа, такие терминаторы. Прикольные. Нет карты. О-о-о-о. Медицинская карта. Паладин Данс. Пациент жалуется на бессонницу и тупу, пусирующую боль в голове. Все стандартные анализы отрицательны. Вероятность посттравматического стрессового расстройства. Или что-то подобное. Во избежание ухудшения в состоянии рекомендуется добровольное отстранение от службы. Пациенты реформировали, но в данный момент находится на задании. Да у него рак просто. Хотя, я думаю, они легко обнаружили бы рак, рентген, все дела. Так, проктор Инграм. Пациент жалуется на фантомные боли отсутствующих конечностей. Ранее прописанная смесь болеотделяющих и стимуляторов оказалась малоэффективной. Доза увеличена до 300 мг в день, максимально разрешенная для продолжения службы. Пациент также страдает от кошмаров, связанных с потерей конечности, что неудивительно, учитывая серьезность травмы. Будем продолжать наблюдение. Так, проктор Тиган. В состоянии опьянения пациент поскользнулся и упал, из-за чего получил небольшой порез на лбу и ушиб груди. Применен стимулятор, рекомендован постельный режим минимум на 8 часов. Это уже третий медицинский случай, связанный с опьянением. В соответствии с инструкциями запущена программа реабилитации. Пациент вернулся с патруля с критическими повреждениями из-за взрыва ядерной боеголовки. Левая рука и нога отсутствуют. Серьезное повреждение внутренних органов. Ошуги левой стороны головы. Острое радиационное отравление. Останки пациента кремированы в соответствии с инструкциями. Это Мэрик, это тот, который в шахматы играл. Так, скриптор Инженер Острич. У пациента наблюдается изменение цветокожи, сыпь, поступы и радиоактивное вещество в районе паха. Окей. Симптом соответствует заболеванию, передающемуся половым путем от гуля. Пациент прошел лечение. Отчет отправлен проктору Инграм в соответствии с ее инструкциями. Так, ясно. С этим не разговаривать. Орсич. От гуля. Ясно. С гулями не трахаться. Так, господи. Мэксон. Мы приступаем к срочной миссии в Содружестве. Я считаю, что психологическое состояние экипажа должно оставаться главным приоритетом для твоего отделения. Я хорошо понимаю, что изоляция на борту этого судья не проходит бесследно. Если возникнут проблемы из-за стресса, связанного с продолжительным нахождением здесь, отнеситесь к ним со всей серьезностью. Если мы хотим победить институт, не должны допускать психической нестабильности ни у одного солдата. Я понимаю, что ты озабочен состоянием Проктора и Инграм, но уверяю тебя, она более чем способна за себя постоять. Уже доказала, что является очень ценным членом экипажа. Я не отправляю ее в вынужденный отпуск, пока ты не докажешь мне, что она физически не способна выполнять свои обязанности. Во время последней поисковой операции наш отряд обнаружил некоторыми медицинские принадлежности. Как будет свободное время, заходи в клетку. Дай знать, что тебе нужно. Если что-то останется, пущу в торговлю. У нас заканчиваются боеприпасы. Для местных медикаментов ничем не хуже крышек. Прочитал твой медотсчет по рыцарю-сержанту Мерику. Само то, что ему удалось в таком состоянии вернуться на Придвен и доставить рапорт, уже невероятный. Его жертва на благо нашей миссии свидетельствует о его преданности и верности. На закате в Кубрике пройдет поминальная служба. Очень надеюсь, увидите я там. А, понятно. Блин, я забыл, как называлась галозапись, которую я только что поднял. Ну, наверное, она была не очень интересная. Вот, они по дате не могут сортировать числа? Типа, чтобы, бля. Ну, вот просто отсортировать по дате, а не по этим. Что это за сортировка вообще? Такая по весу? О, тут есть сортировка по весу. Прикольно. О, это, кажется, оно. Или нет? Пошел отсюда. Ладно. Может, это было и не оно. Так, что мне надо сделать? Поговорить с этим, по-моему. Блядь, как же меня раздражает этот худ. Ага, миссия будет связана с тем, что мы будем лететь на вертибедре. Что-то мне не хочется, на самом деле, выполнять ее. Мяу, кот, мяу. О, плитка. О, вентилятор. И ядер-колу я тоже заберу. Начальник столовой. Так, что я хотел? Я хотел К этому К продавцу зайти. Он же вроде как теперь Должен мне продавать Штуки. Проктор Тиген. Что я могу получить для тебя сегодня? Вертиберд? А я как его называл? Вертибедр? Вертибедр? Все мои оружия готовы к бою. Ну, давай, посмотрим. Гатлинг Лазер. Две четыреста. Да нет, ну, господи. Тактический дробящий миниган. Слышь, а где гауссовка? Почему у тебя ее в продаже нету пырь? Одежда, обычная броня, нагрудник, командос. А дева становится быстрее. Это же отстой. Шлем команда Суменьшает расходов в ватс. Стелс бой. Да, похоже, придется Стелс бой использовать. Не, ну я, может, и купил бы Вон у него этот Гатлинг Лазер Всего две с половиной тысячи стоит. Я, может, и купил и так. Вопрос на самом деле в том, Из чего стреляет Электромагнитными картриджами? Я не знаю просто, чем стреляет Гатлинг Лазер. Я на самом деле даже не уверен, что Мне Стелс бой нужен. Потому что вас не видят. Хочется найти. О, не волнуйся, я не смотрела. Так, где карабин Гаусса? Два миллиметра ЭК. И у меня их 28 штук. И что-то мне подсказывает, что эти 28 штук. Ну, кстати, 176 урона. Бля, а как же она выглядит не круто? Я, конечно, сохранюсь. Два миллиметра ЭК. Я не понял, у нее семь зарядов, да? Семь зарядов винтовки Гаусса. Типа в жопу канон. Семь зарядов винтовки Гаусса. Чем Гатлинг Лазер стреляет? Ну, обычным этим... Обычными батареями. А, вот, картридж. Так, и что... Стоп, семь штук, это значит... Ну, блин. Типа... Вон, обычными ядерными... Нет, это ядерный... Кстати... Икс-01 голова. Надо посмотреть. Лазер полная лажа. Толстячок. Ядерный заряд. Мешок с гемолимфой. Так. Да не, 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 не парься, чувак. Я тут... Да не, не. Не утруждайся, чувак. Просто... Че произошло? Че взял, напал. Смог бы ее купить после 25 уровня? Та-дам. Типа... Твои сведения, наверное, как-то неверны. Окей, я вкачаю больше инвизор. Че, я не понял, че ты начала стрелять-то по ним? По нему. О, 2 миллиметра картридж. Серебряная столовая ложка, антир-1. Ты меня, что ли, спута-то распалил, пидор? Плазменный мин. Топливо всякое. Вот, я еще вот эту голову хочу... Голову хочу спереть. Анклавовскую. Так, ну и давай... Ой, сейчас, еще, еще один. Тихо, тихо. Тихо. А шо ж ты... А шо, все было хорошо, и вдруг стало все плохо. Гауско заряжать нужно? Да ладно. Типа, отжимать. И она так же по одному этому стреляет. Ну ладно. Подходящий день для того, чтобы умереть? Тиган, могу я помочь тебе с чем-то? То нормально все, то... Допработа, халтуры. Окей, я в деле. Окей, я в деле. Блин, это как раз. Это как раз та станция, на которую нападали неоднократно. Может, надо, блин, выйти из силовой брони, чтобы потише быть? Он видит тебя, выходящего из инвиза? И это преступление, мать вашу? Серьезно? 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 Бля, немного перевес. Ну да ладно. как же меня бесит не писи я не выходил сен виза нет 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 не 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 верю не верю бля мне нужно голову спиздить так давай пока тебе это так обмен на конкурсом файл декти что и боеприпасы то 31 за патрон может у него спиздить да 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 я понял вы не берете пленных все дела кыш кыш нах да он похоже как они видят то что я типа это что я ворую ну давайте стелс бои тогда звезли слишком много вещей кейт есть лучная версия гаусский которая продает рона шоу после его квеста я даже не знаю кто такой блин рон шоу так чё там напиздил то я даже не знаю чем есть парить у меня мусора хреново куча разводной ключ это оружие оказывается так очки в черный формальный головной убор а я даже не знаю блин чё есть кинуть до такого ну-ка сортировать по весу что-то сортировка по весу как-то не успе а нет вот действительно вот держи канистры и емкость жидким азотом дохрена весит и аккумулятор и микроскопы в принципе не удивительно что я типа перегружен у меня одних вентиляторов 5 штук в карманах и паяльных ламп пылин подходящий день для того чтобы умереть блин они такие фразы говорят как будто они уже хотят меня убить оружие на готове блин он по моему по моему они меня типа ну нет вроде нормально а где пипбокс находится у этот помощи наверное стелс бой или как он называется там блин хренов знает у меня все равно обнаружили все равно меня обнаружил каким-то хером может быть потому что за мной ходит женщина в я не знаю ребят чуть 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 с ними не так ладно хрен с ним пошел пошел ты слышь не я хочу то бля башку если я уж какую-то башку и буду носить то никакую я башку не буду носить вообще силовую не буду носить идите в жопу так одежда сейчас мне нужен костюм реджинальда мне нужно очки и мне нужно формальный головной убор вот теперь я готов с тобой торговать чувак да ладно хрен с ним вот 184 видали видали экономия не знаю только чему дать не у меня же наверняка должно быть какое-то говно ненужное вон например бесшумный пистолет собственно на этом похоже ненужное говно закончилось он тут тем более сейчас где сколько там этих двух миллиметровых блять кто как вообще третьего лица играть он картридж этот один судя по всему броника на глава хрен с тобой я все равно не буду галстовской пользоваться к типа какая разница донсу это понравилось как я за это силовую броню залез я смотрю его довольно легко удивить так побежали медленно слишком медленно так где там этот хрен лучше на улицу выше летная палуба так и даже немного сто раз для военных сейчас сложно сто раз отжаться если бы на кулаке на одной руке тут может быть да а так если они достаточно физически подготовлены а здесь все в игре физически подготовлены да давай свое следующее задание снаряды для толстяка чё я соло это должен делать да вообще без базара чувак кейт это понравилось лола пайпер не нравится парни из братства ну блин я могу сюда портануться через это ну я я вот я вот не знаю могу с одной стороны вот вот вроде бы вот вроде бы надо бы да силовой брони выключены что в силовой брони выключены вот с одной стороны надо в силовой брони идти с супер мутантами сражаться с другой стороны нот 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 так не хочется давайте я пойду все-таки к себе скроллю гайса им гон хоу вот каждое нажатие рука эти за шеи дополнили ну да что скорость течет время на что отведенная сука я не успеваю читать на что время то истечет отведенная так ну давайте посмотрим силовой брони нельзя чинить вещи ok отжиматься выключены силовой брони ну в принципе норм тема карабин гаусса но у фанатик оружия 3 ну свинец ни хрена себе это у меня свинца так мало штатная ложа а чё у него ствол не улучшается фанатик оружия 4 с половинным зарядом конденсатор и наука и фанатик оружия ну зато по регам у меня все в порядке штатный прицел коллиматорный прицел ну короче тут нужно фанатик оружия 4 чтобы по-хорошему его еще и науки трешку хотя наука 2 наука 2 я так смотрю в принципе хватит ну не хочу я ей пользоваться на самом деле не нравится она мне кейт ты мне дашь или не дашь или дашь она не хочет давать меня давай сюда весь этот хлам который я на тебя скрузил я короче броню кейт дам вот ты вот ты иди я не знаю сюда и снимай ах ты шпадла ну давай три года провела в боевой зоне три года адский боя с психами и неудачниками поливалась кровью штопла раны паровалась я досп сиха чтобы встать на ноги ненавидела эту херню все эти толпы бойцов саму себя сама не понимала зачем я на это пошла и теперь поняла мне было одиноко в глубине души я хотела сдохнуть хотел чтобы один из противников вышиб из меня дух искала легкого выхода теперь ты не одна ты знаешь что я сейчас скажу вся моя жизнь была чередой провалов тебе уже много рассказала ты знаешь что я заплатил дорогую цену пару раз когда становился реально хреново я смотрела в дуло собственной пушки не знаю почему я не спустила курок наверное молилась на том чтобы найти хоть крупицу человечности в этом сраном мире и потом то что случилось в убежи 95 стало ответом на валитвы впервые в жизни я полностью положилась на другого человека и он меня не подвел хреново у меня получается прервешься на минутку нормально я пытаюсь держаться в руках лучше перейду к делу чем больше времени с тобой проводим тем больше я понимаю сколько ты для меня значим с тобой не просто напарники или соботыльники гораздо больше на нашей встрече никому не раскрывал душу я боялась а когда с тобой мне кажется я хочу рассказать тебе что угодно и плохое хорошее не могу быть такой какой была наша встреча не хочу прошу тебя посмотри мне глаза и скажи что ты тоже это чувствуешь флирт я люблю тебя кейт ты ты чё ну насколько я понял по анимации удалось я даже не подозревала нет конечно какая-то искра иногда проскакивала но я не думала что дело в этом как можно любить настолько ущербного человека мы оба ущербные ты для меня особенно сейчас даст если харизма есть так ты сейчас перевел хлам бресы через верстак ну да рт горячие клавиши блин мы оба ущербны я не считаю себя ущербным а это важно это была ошибка ты для меня особенная не только ты можешь принести истинное счастье ну и смазливое блин дерьмо в первую жизнь я выложил все карты на стол и не проиграла ты не представляешь что это для меня значит моей жизни наконец появился кто-то кто мне дорог честное слово я намеренно извлечь из этого максимум вы достигли наивысшую спас приобрели способность адреналин если вместе со спутником который у вас романтические отношения получать время что такое адреналин так адреналин 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 особый перк поспешная стрельба я так понял здесь перевели как адреналин увеличит восстановление очков действия когда герой менее 25 25 очков жизни не 25 процентов написано 25 очков жизни если у меня менее 25 очков жизни то по моему меня дути не убьет с одного удара поспешная стрельба они все-таки 25 процентов имеется ввиду но это отсос полный чё я могу сказать у пайпер типа круче пайпер типа круче я вообще хотел чтобы ты из брони вылезла все-таки 25 процентов так а теперь лакула залазь вон в ту не дотянусь забудь а ты ты попробуй глаф господи господи нажмите кнопка она она уже делает это хорошо блин надо было но она шлем по умолчанию сняла прикольно только куда она все эти шлемы одевает вот в чем вопрос надо это посмотреть может на этой силовую броню можно было какие-нибудь модификации поставить в любом случае у меня судя по всему чё-то чё-то лишнее судя по всему да блин как почему он не сортирует по весу я не понимаю а вот ёб твою мать цена скорость дальность вес а сколько же тут всего я думал то что тут как в магазине всего три сортировочки я получил level up а я не прокачал в тот раз этот стелс окей ну как карабин пока уберу его или те его скинуть она скину его ей лава господи но кстати лава это любовник типа или типа того а они они перевели солнце я не понял она себе в этот прикарманила да я голову верни от силой брони эх ты в воровские привычки все остаются да так так на хоробин гаусса сейчас посмотрим чё чё ее можно еще ее можно улучшить не будет вооружен открывалкой что что это вообще за предъява такая блин 1160 защиты конечно это жести восемьсот двадцать пять но сука как же я не хочу в этой броне ходить не я не это хотел сделать так модель b есть еще и c и d о боже как же я хорош зачем я только прокачал это все я не знаю бля керамики мало надо пить и унитазы разбирать короче чтобы все это прокачивать окраска рыцаря братство стали повышает силу при покраске всех элементов сменцовая обшивка сопротивление радиации харизма силу опять таки силу силу а есть еще утепленная обшивка сопротивляемости энергии а еще броня становится беленькой это наверно прикольно выглядит так уменьшение урона от взрывов тоже прикольно на самом деле это защита по дефолту ее можно улучшить ну тут модель b у моделя чуть поменьше но вообще да типа модель f 4 оружейник 3 оружейник 2 оружейник еще и модификации всякий слой матрицы ватс ну тут наука нужна минимум сначала идут с наукой 2 потом с наукой 3 вернее сначала наука 3 потом наука 2 ни хрена себе внутренний банк памяти 2 инты дает просто на халяву это на голову на тело то наверное что не другое например ну блин но это конечно имба типа тысячи это армора и все такое ну как же не хочется носить эту силовую броню это же надо было блин сделать фалач в котором тебе реально не хочется носить силовую броню очиститель крови активирует стелс поле если персонаж сидит 4 науки летающий реактивный ранец од 1 очко действия 1 по моему 1 это мало ба еще какая ну блин не хочу не хочу не хочу нее не улучшать ее не прокачивать для этого науку не самому ходить в ней кейт залазь силовую броню и танкуй куда она делась блин женщину женщина ушла может быть если бы я это кстати давайте посмотрим так осмотреть кровать не смогу не получится как ее заставить лечь на кровать я хочу получить эту фигню объятия спутника или как там эта хрень называется или надо просто может самому лечь так тогда ты иди сюда пир реактивный ранец веселый но это уже издевательство на самом деле реактивный ранец а у кейт давай поспим вместе в кроватке а я вы чувствуете объятия любовник и чё она дает-то хоть хрен его знает чё она дает вот где статус и мои где статус и состояние special способности объятия любви вы замечательно провели время со своей второй половиной сняли напряжение теперь готовы ко всему плюс 15 получаем опыту на ограниченный срок насколько ограниченный неизвестно ладно понятно плюс экспо блин броню после всего этого нацеплять так я я в броне да чё на мне говно какое-то надеты какие-то металлические шмотки которые я у кейт отжал где мои шмотки вот наверно надо рука у меня так и металлическая до сих пор есть ну ладно чё-то разобрать чё-нибудь можно лол нет разного шо за глубокие карманы или свинцовая обшивка или сверхлегкость 0.3 ну глубокие карманы типа более логично потому что они плюс 10 добавляют братство стали 15 дерьмо дает нифига себе может лучше улучшить тогда боевую броню они для нее оружейник 4 надо уже давайте полимер ну не знаю хотя на самом деле выглядит довольно убого лучше бы наверное братство стали вкачал на защиту от радиации ну да ладно а это плюс 15 процентов баф однако а сон плюс 10 процентов дает не на шикардос чё все теперь мы всех победим бля так ты нет я не хотел залазить я хотел я хотел забрать голову я забыл что это делается не так окей это то о чем она говорила теперь нас не остановить что это за комментарии какие-то тухлые так где вы куда она делась все еще там сидит эхай давай надевай это дерьмо и мы пойдем не патья заснул сейчас прикольно или что ты пытался сказать чё все ты забыла зачем я тебя посылал да вспомнила все бы отдала за стопку крепкого они бы хоть ей диалоги изменили после ее так называемой реабилитации или тип того потому что ну вы понимаете потому что блин она до сих пор типа ах щас бы за стопку крепкого все бы отдала эх щас бы шернуться эх а почему бы мне и не вколоть себе психа как то так как то так как то так и Продолжение следует...